В паре можно заострить внимание, они как будто приглашают на тишинку. Мы вас ждем, друзья, мы вас ждем, товарищи. У нас много интересного. Мы вам и споем, и спляшем, и антиквариат продадим. Посмотрите, какой кувшин с двумя стаканами. Светольчик. Еще не поздний вечер. Еще не так стемнело, и вокруг так все красиво на Маяковской. Это я бегу на тишинку. А народ с работы бежит, идет, кто-то вот отдыхает и качается на качельках. Здесь, конечно же, вот он Пекин, где Таня с Костей работают. И до тишинки здесь минут 15. Поэтому я бегу. Сегодня он коротенько работает, VIP для VIP, то есть 2 часа, с 7 до 9. А потом, по-моему, аж 3 дня или 4, даже работаю с 12 до 9. Поэтому посетите тишинку обязательно. Атмосфера. И тепло, кстати говоря, достаточно пока что на улице. Ну все, отключаюсь, бегу. В Чебуречную зайду после, потому что уже тишинка открыта. 2 часа сегодня короткий день, поэтому уже после съемок зайду. И вот она, тишиночка. Торговый комплекс. Народа здесь не особо много. Сейчас посмотрим, как внутри обстановка. Я добрался до входа. Вы помните, что у меня есть VIP-пропуск. VIP-гости, по которым я могу еще проводить гостей, своих друзей, людей. Ну и сам платить, пройти бесплатно. А так все это, по-моему, сейчас 200 рублей или 250 стоит. А бывает до 500 рублей. Обычно в этот день раздают шампанское, разносят сладости какие-нибудь. Вот. Ну а мы с вами поднимемся вверх. Спасибо. Через дом. Вот одна из продавцов наша знакомая мимо идет. Сегодня здесь музыка, наверное, будет мне мешать. Хотя она растворяется. Вроде не особо громко. Ага. Ну все заполнено, как всегда. И народ тусуется. Может быть, мне нужно было раздеться. Ну сейчас с кого-нибудь у знакомых брошу свою одежку. И буду снимать для вас. Сразу с вами видите, какой роскошь видим. Кузнецов. Вот эта корзиночка роскошная. Ух, а вот эта ладья какая, видите? Змейка или кто склонился над чашей. Такую еще мы с вами не встречали. Ни единожды, так скажем. Зеленые тарелочки там. Подсвечник, посмотрите, какой. А вы у меня давно уже просите аксессуаров. Вот как раз здесь аксессуаров много. Поэтому мы с вами кому-нибудь предстанем. Чтобы нам показали. Броши, вон какие огромные. Вот это броши необычные. Броссвет. Это перед камином ставить. 98 тысяч, как я понимаю. Со змеем. И посмотрите, какой стул. С куклой. Он, похоже, отреставрированный. Потому что состояние такое хорошее. И столик к нему подходящий. 45 тысяч. С надписью 1892 год. Купить отдельные... Как их называют, допустим. Абажорчики. С кожи, кстати. Если у вас сломался или потерялся. Кваш. Какие-то тарелки невероятные здесь лежат. У меня есть подобные. Но в маленьком... А в маленьком экземпляре, так что скажем. Ой, какие они легкие. Посмотрите, какое чудо. Очень легкие. Как будто из ракушки сделаны. Да. Приятный вещец. Две тарелочки. С вишенками. Подвесные. Старенькие довольно-таки. А здесь виноград. Здесь вишня. Здесь тоже пара прекрасная. Набрали цветов. Набрали ягод. Собак угощает, что ли он. Барышня и кавалер. А эти две балерины, наверное, покорили весь мир. Весь шар земной, раз у них он в ногах стоит. А эта кричит. Я еще покорю весь мир. У меня все впереди. А эти говорят. А мы уже покорили. Так хорошо натертые стекла. Все видно. Кстати, вот там у них стоит Капати Монте красивая ваза. Мы там вдалеке. Видите? А, нам тут подсвечивают вазу. Урановое стекло. И флакон тоже урановый, да? Флакон урановый тоже? Нет, флакон урановый. Угу, очень красиво. Просто попал на крови. Ага, но большая она, достаточно. Угу, тяжелая, нормально так. Посмотрите, какие узоры там. Вся красивая, конечно. Угу. Это делится глаз англия. Угу. Вот у вас там еще красивая тарелка. Вот это вот. Брунзы. Брунзы, это лемуж. Лемуж, ага. Попрещу чуть-чуть. Подсвечнички. Мальчик и девочки. Музыка, если газеты такие грязные, мне будет неудобно. Парочка. Ну, она особо не считается, прям, что это мальчик и девочка. Нет, обидно. Видите, прическа. А, прическа у нее. Шишка поднята. Я тоже так смотрел, думал, что... Угу. И ракальные подставки. И здесь интересная такая скульптура, да? Тащит тачку с рыбой. Ой, нет, носик острый. Симпатичный. Ну, вот эта история мне очень понравилась. Кстати, здесь блюдо с такими ручками интересными тоже стоит. Это наши знакомые, наши друзья, которые работают на вернисаже. Но вот здесь у них сегодня как раз-таки новиночки есть. Я пока еще не нашел, у кого мне скинуть ту журку, как говорится, и сумку, чтобы она мне не мешала. Вот тоже наша знакомая. Не знаю, где Костя стоит, сейчас надо его найти. Я обычно у него раздеваюсь. Здравствуйте. Меня не слышно, потому что я еще не довыздоровел, и поэтому меня никто не слышит. Болос тихий. Шкатулочка. Ух ты, какой мощный. Хорошо оформлена зона. Вот этим цветом легли красиво очень экспонатики продаж. Кстати, я вот такую полку выкрасил в белый цвет, и она у меня стоит, у меня два санузла. Стоит в ванной на стиральной машине, и там тоже на ней часть некоторой посуды стоит. А рыба так и висит. Помните эту сумку? Сумку рыбину. Так, где же нам найти Костю, чтобы раздеться? Вон на даме какая шляпка красивая, как я люблю. Пока не вижу Костю. У-у-у, здесь роскоши невероятно много. Вон дама с какой шляпкой, видите, ходит. А, здесь очень много красивого всего. Вот такие милые консоли. По-моему, металл. Татьяна ее зовут? Да, Татьяна из Флориды передала посылочку небольшую. И сейчас мы посмотрим, что там внутри, да? А товар вот этих продавцов я вам уже как-то показывал. Сейчас я их покажу визиточку сразу за одну. И у них кое-что поснимаем. Чтобы вы уже понимали. Это инструмент, который замеряет длину платья. А, все, я в фильме видел в каком-то такое. А теперь это будет у вас. Обалдеть. И в продаже я пока такого не видел. Ну, она специально для вас. Мы даже сами разворачивали прямо вот. Ну, видите, вот как с этой песочкой все. Это измеритель длины юбки. Он ставится на пол и, по-моему, в мелок в него вставляется. И девушка просто крутится, и мелок сам чертит длину юбки ровную. И Татьяна мне написала, зайдите. Я говорю, а вы мне маякните, потому что я забуду, куда зайти в суете-то на тишинке. Тут много людей. Ну, да, ставится на пол, выдвигается, поднимается и вверх шкала. Ага. Ну, это рада будет еще разобраться. Да, вот это вот что-то. Ага, здесь есть какая-то печать, эблемка. Смарт-маркер. И еще что-то написано. Ну, это вы сами потом уже разберете. Да, конечно. Ага. Ну, видно, что она старенькая. Интересно. Упаковываем обратно. Так, а у них я увидел вот здесь спичечницу какую-то невероятную, куда вы сразу можете бросить, ну, горелые, сжженые спички. И вроде бы как это хрусталь, и здесь медальон. Вот такого точно не встречали. Сейчас буду узнавать, какая цена. Потому что вот это мне очень нравится. Вещица. Таких нет. Таких точно нет. Я теперь ищу подставочки под тарелочки под асины. Вот это, например, 1800. Небольшая, под маленькую тарелочку. Но есть и больше. Они где-то 3500 стоят. Ну, вот, посмотрю, может быть, может быть, и приобрету. Или, если не найду сегодня побольше размеров. По-моему, это соломки такие роскошные. Смотрите. Ну да, ложечка вкладывалась. Как стопочка грустальная. Ставочка в виде короны. Вот их здесь три варианта. Ну и еще и молочничек вот такой есть. Или соусник. Три варианта. Это высокая, а те две поменьше. Барышня. Кавалер со шляпой. Ах, вот этот вот, конечно же, очень красивый подсвечник тоже. Такой ракальный весь. И вот здесь еще один. Подскажите цену этого. Здравствуйте. Это очень красиво. А вот эти какую цену? А спецовники тоже, да? Спецовники вроде, они это самое. Почем? Почем? Три. Три тысячи? Нет. А, или что, три вместе? Три штуки двадцать пять. А, три штуки двадцать пять. Это спецовники под специи. А ложечки есть? А я подумал, солонички. Какая тонкость, какая нежность. Все до мелочей. А здесь вообще пустотелые внутри, видите? Очень красиво. Так, Костю я нашел. Хочу у него скинуть вещички. Вот видите, при входе сразу подарок получил. Вот такой тоже тонкий подсвечник. А это под столовой принадлежности фарфоровые штучки с разрисовыванием вилочку, ложечку класть. Я не совсем выздоровел, поэтому голос у меня такой глухой. Смотрите, какая красота. Не открывается. Настаивать не буду. Какой набор здесь я вижу для сметания крошек. Так, ну а здесь Костя решает дела. Что там у него за дела, интересно, конечно. Да, он работает в путь. Что-то мы с вами уже здесь видели, что-то нет. Здесь фотограф, он всегда снимает и выкладывает людей. Все, что продается на сайте Тишинки как раз по теме антивариата и винтажа. Где-то я там даже мелькнул, когда я снимаю. Мне глянулось перо бордовое у Кости. Посмотрите, с каким наконечником. 6 тысяч. Ну, я так понимаю, серебро. Ну, во-первых, это не курица. Очень красиво. Это фаза. А, ну, наверное, вот сюда. Вместе, да? Бордовый камень тоже. Ух ты, лягушка какая. Вот это у них новинка. Скорее всего. 33 тысячи. Ой, какой хорошенький мальчик. Правда, как-то он в обносках и с шляпой. А вот подчастник какой. Посмотрите, интересно. Мы, по-моему, с вами видели, только не знали, что это подчастник. А вот на самом деле, видите, как положилось? Прилег сюда и сразу часики видны. Очень интересно. Ух ты ж, какая прелесть. Яркая. 8 тысяч. Любителям Бордова. А вот любителям зелененького. Царский бокал. С графиней. Графиня на графине. На графине. Помните, вам показывал стаканчик? А здесь такой кувшин. С таким же рисунком. Такая кружечка стоит 2700. Так, здесь собаки напали на козочку. На козочку. А это, наверное, что для мелочи. Это, по-моему, это Мэйсон. Смотрите, какая тарелка здесь. Хлеб наш насущный. С глазом. Пепельница бронза. Тяжелая. А, это чернильница. По-моему, 27 стоит. Да, чернильница. У них новые визитки. Красивые. Вот такие яркие. Москва. Метро Маяковская. Ну что, пойдем дальше. Вот здесь у них два варианта. Очень, да, царские красивые. Бордон. И что это? Фиолет. Нежный фиолет. 30 тысяч тарелочек. С медальюными. Активными такие. Толстые, широкий рисунок. Вот здесь, смотрите. Не знаю, кто это такой. Прикорунился кто-то. Металл, не металл? Нет, это керамика, по-моему. Не такой тяжелый. Крузенштейн у них. Крузенштерни. Это, по-моему, бронза. 120 тысяч, если я не путаю, да, ценник. Ну, это наша любимая баронесса. Я вам ее уже показывал. Мне очень нравится вот эта рама. Старенькая, 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 18 век, 8 тысяч. С унилочек. С унилочек. Порссигар. Можно под визитки, можно под украшения использовать. Под таблеточки даже можно. Колокольчик могу дать. Колокольчики использую. Там какие-то специальные колокольчики. Посмотрите, какое зеркало невероятное. На ножках. Очень красиво. А зеркало сколько такое стоит? Зеркало 25. 25. Здесь лимош. Спрятался. Что, пойдем дальше? Помните, тут маятник так и висит. Который так медленно очень качается.